Всем доброе утро. Смотрите, Артёша бегает по дому и обнимается со всеми животными. Они не знают, куда деться от него. Целый день бегаешь за худи? Шантаж и угрозы работают в моем случае, чтобы заставить ребенка собрать свои машинки. Мне кажется, он достаточно взрослый уже для того, чтобы собирать свои игрушки перед тем, как я полисошу. Все собрал? Мам, соединю теперь. Хорошо, теперь соединю. Ну это кошмар, сколько нервов у меня уходит, чтобы он это сделал. Напишите, в каком возрасте ваши дети начали убираться за собой. Я прикрепил. Зэка, ну оно отваливается, потому что ты все время ее отламываешь. Я сегодня, кстати, выгляжу вот так вот. Чуть-чуть закрутила волосы и борюсь вот с этими кончиками волос. Тут уже три тонны глины. Для укладки волос, потому что они у меня все время начинают завиваться вот так, потому что тут место, где резинкой перехватываешь. И, короче, они наружу так чик. Я их выпрямляю. Я их уже утюжком выпрямила, потом зафиксировала, еще зафиксировала, еще зафиксировала. Меня ждет очень интересный месяц различных плетений на голове. Я так чувствую, чтобы как-то волосы фиксировать. Так что, похоже, вот так сегодня. На улице сыро, был дождь всю ночь, но сейчас нет, но гулять желания нет. Мы пойдем, конечно, но попозже. Какая-то птичка мимо летела и испачкала нам стекло. Вот у меня вопрос. Это как надо было так лететь, чтобы вот так покакнуть? И вообще, это к деньгам, да? Деньги в дом? Я надеюсь, это мне это... Мам, протереть надо. Да, протереть надо. Запачкали нам окно. Я протру сегодня. Алишер уехал в город по делам. Плюс у него сегодня еще футбол. Футбол, я заговариваюсь. Вот, а я все думала, не поехать ли к бабушке в гости. Но такая погода непонятная. А ехать надо своим ходом. И шансы попасть под дождь велики. И я опять какая-то вся помятая от этого. Вот я не могу, когда такая погода у меня плющит. Это ужасно быть метеозависимой. Но факт остается фактом. Поэтому я решила, что нет. Я сегодня все-таки останусь дома. И сегодня мне надо монтировать видео на зазеркале. Потому что очень желательно, чтобы в начале недели оно вышло. Ну что, я думаю, пришло время наконец-то заняться батареей, трубой. Сейчас буду ее шкурить. И потом, когда Артеша будет спать, я ее покрашу. Мы вышли на прогулку. Хотя не собирались. Потому что, как вы видели, я не удержалась и начала красить батарею. Она такая красивая стала. Но надо будет еще вторым слоем покрыть. Потому что одного недостаточно. Вот пока оставили там все это сохнуть. Через час высохнет. Мы как раз вернемся. И, наверное, потом, когда Артеша уже поспит. Второй раз прокрашу. Второй раз пойдем гулять. Вставай! Да ты что? Вставай! Вставай! Да? Вставай! 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 Смотрите, какая кошачья стая. У нас тут сестрики. Их очень-очень много. Вон еще один идет. Ну и, в общем, каждую весну их становится еще больше. Сами понимаете, почему. Вот, кстати, эти супер крутые помады от Maybelline. Вот у меня розовенькая такая. Она держится вообще весь день идеальная. Ну вот, нет оттенка, который бы я хотела. Я хочу какой-нибудь темный еще. Не настолько темный, как эти. Не найти пока. Смотрю тут, что есть в ассортименте. А вот эти, кстати, вообще не держатся. То есть, вот эти очень-очень круто держатся. А эти максимум полчаса. Мне так нравятся эти поля одуванчиков, которые у нас тут. Ну, не полюбуешься. Надо догонять маленького гонщика. Он, конечно, последнюю неделю или сколько, я не знаю. Прямо старается истрепать мне нервы по максимуму. Я устаю от него уже в десяти утра, реально. Он все время чего-нибудь отчебучивает. Пошли. В магазине сейчас плохо себя вел. Короче, где мой мальчик-ангелочек, которому, говоришь, нельзя трогать, а он не трогает. Ты сейчас сорок раз говоришь, не надо это трогать, и он все равно потрогает. А потом еще раз. Еще посмеяться, как я ругаюсь. В лужу нельзя. В лужу мы, кстати, тоже все собрали. Он мокрый, ой, не мокрый, грязный по поясу. У него все штаны уделаны и кроссовки. Хорошо штаны теплые. В общем, это... Мне надо не шоколадки уже, а еще покрепче, по-моему. Я всегда сочувствием смотрю на маму, у кого дети, знаете, такие шелопопы и вообще не слушаются. Обычно это еще мальчишки, потому что это такая нагрузка на нервную систему. Это же... Не знаю, в школе когда работала, бывает такой, класс придет. Но ты с ним сорок минут позанимаешься и до свидания. А тут-то целый день. Быть мамой иногда это сложно. Нет, я не ною, я сообщаю. Артеш, нам сюда. Да, правильно, наступи, вы уже еще раз размахну. Спокойствие, спокойствие. Кстати, погода-то разгулялась. Смотрите, как кайфово, но мы уже домой, потому что обедать и спать пора. Вот, а потом... 100% пойдем еще. Ай, не хочу кожу. Потому что хорошо. На улице такой воздух свежий и очень вкусно пахнет, потому что вот все начало цвести. Вон там пусты тоже цветут. И вон... Ааа, надо догнать ребенка. И вон еще у нас очень красивые тюльпаны во всех дворах. Тут у нас бабушки сажают под окнами. И такая красота нереальная. Мне очень нравится. Это все очень уютно, когда народ ухаживает так. Поехали, поехали. Вот, дома хорошо. Ничем не пахнет. Проветрила. Она уже высохла краской. Смотрите, как получилось. Ааа, фокус где-то. Вот, это один слой. Ну, видите, еще проглядывает немножко. Вот, чтобы там было желтенькое. Ну, вообще классно. Батарею я, конечно, так себе покрасила, потому что мне внутрь не пролезть. Но тут будет щит висеть, поэтому без разницы. А тут сидит вон... Чего? Снимай ботинки. Никак. Как-никак. Вчера получалось и уже три недели получается, а тут никак. Как? Маму, как? Вот он в таком настроении все время. Не получается? Ну, понимаешь, зайка, если ты не снимешь ботинки, я не смогу тебе дать голубику. Вот. Видите, сразу получилось. А этот не получается? А этот не получается? Да. Ну, придется тогда без голубики жить. Покажи голубику. Да? Хочешь голубику? Ты смотри, и второй ботинок у тебя снялся. Вот чудеса. Показываю непродуктовые покупки. Ой. Купила резиновые перчатки, как обычно, только не было его размера. Взяла L. Чаще всего я беру M, хотя в S я тоже влезаю. Но некоторые S делают такие узкие, что надевать снимать неудобно, поэтому я M обычно беру. Это, кстати, я тестировала помада. Маме не надо. Маме не надо. Так, потом я взяла такой эконом вариант геля для душа, потому что, оллилуйя, у нас кончилось все, что нам подарили на Новый год, поэтому надо было купить. Зубная паста, потому что у меня кончилась финская зубная паста, которую мы чистили зубы. Новую мы не заказали. И еще у меня была сплата, которую присылали на обзор. И, короче, она тоже закончилась. Хотя у сплата очень классная. Сыночек, а можно я расскажу, что я купила? Нет. Нет. Сидит, кушает свой голубик. Нет. Это зубная паста. Понял? Нет. И еще я взяла помаду. Помаду я вам чуть попозже покажу. Я сначала пообедаю, а потом накрашусь ей. Что-то это неизвестно какая-то. А, нет, это эссенс, что ли, я взяла. Что за фирма такая? Короче, она была какая-то из недорогих. Их рублей 200 стоило, потому что я не нашла идеального оттенка для себя. Я хочу чего-то потемнее, чем у меня есть. Вот, решила попробовать это за недорого. Не так обидно будет, если не подойдет. Да, Кузьма? Мистер Мурмур. И еще взяла подгузники. Взяла маленькую пачку, не вижу смысла брать большую, потому что сейчас, ну, все-таки остались мы еще с подгузниками, но только на ночь. И иногда Артеша может три ночи там, например, в одном подгузнике спать, потому что он сухой просыпается. Вот. Но пока нету такого, чтобы на постоянке сухой, поэтому я взяла вот такую пачку. Тут 16 штук. Я надеюсь растянуть это хотя бы на месяц. Я нашла антидепрессант у нас дома. Сейчас буду повышать себе настроение. Вот такую помаду я приобрела. Сейчас посмотрим, как она будет на губах смотреться. Как вам цвет на мне? Мне немножко непривычно, потому что он оказался с рыжинкой такой, знаете, кирпичный, наверное, я бы сказала. Немножко не мой цвет, но на губах прямо очень приятно. Такая классная помада. Это оттенок 10 вельветовый матовый. Что скажете? Ну, я думаю, я буду его носить. Может быть, буду смешивать с какими-нибудь другими помадами, чтобы чуть-чуть убрать вот эту рыжину. Да, чуть-чуть морковкой отдает. Вы уложили ребенка спать? Тогда мы и наши газонокосилки идем к вам. Какой-то кошмар. А эти ханурики, смотрите, как спят хорошо. Смотрите, кто проснулся. Пришел тут ко мне, сидит у меня на руках, зевается, смеется. Ты хорошо поспал? Нет, не хочу прощаться. Прощаться ты не хотел? Да. Ага, папа позвонил тебе, да? Нет. Сказал, что поздно будет, да? Нет. Там, sail, не хотела. А ты не ходила прощаться с ним, да? Чистила. Коробка там... Да, не трогай, юнока. Пока Артюша спала, монтировала. Начала монтировать видео на зеркали, сделала заставку. Начала оформлять. Навсегда, самое долгое, это когда ты сначала оформление можно выбрать музыку. Короче, музыку я не выбрала. Кстати, у меня сейчас, если заметили, немножко разнообразнее стала музыка во влогах, потому что я стала пользоваться новым сайтом, где есть музыка, и я очень стараюсь не забывать оставлять внизу в инфобоксе информацию о том, какие треки я использую, и давать на них ссылки. Иногда, конечно, забываю, но стараюсь этого не делать, так что теперь, если у вас вопрос, что это за трек, это не библиотека Ютуба, потому что я ее уже вдоль и поперек всю использовала, мне надоели все эти песни, это друг, не надо так делать, Артеж, это другой сайт, и, в общем, ищите ссылки, ищите ссылки внизу. Чем заниматься будем? Делами какими? Чего? Давай. Что делать будем? Делаем. Я хотела с ним пойти гулять, но перестань, пожалуйста, мне неприятно покрасить батареи еще раз и пойти гулять, чтобы тут довести дело до конца, но прошел сильный дождь, и все, очень мокрое, надо подождать хотя бы пару часов. Дождь был, пока ты спал? Я уже сегодня таблетку от голова опять приняла, потому что это невозможно, как меня плющит, и все равно у мамы болит голова. Я не люблю, когда болит голова, она вот так вот болит, 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 болит. А у тебя не болит голова? Нет. А зубки не болят? Нет, знаете, на что он открукся? Это не крем. Это моя новая помада. Нет, это моя помада. Да, и тебе ее вазиться нельзя. Договорились? Да. Мы пошли на прогулку, и я решила не трепать себе нервы, а просто надеть ребенку резиновые сапоги. Да, давай, можно в лужу. Куда хочешь, туда и лезть. Можно, иди, иди. Он теперь почти по каждой лужи проезжает. Первый раз в жизни разрешили. Нет, во второй. Второй раз он эти сапоги надевает. А я немножко посидела, потому что я задела краску. Ну, она потом отмоется, просто на голову у них. Прыгай. Едет такой, говорит, ну ты даешь, моя мама. Такой смешной. А вообще, знаете, очень вкусно пахнет после дождя. Так приятно, как на даче. Ты поможешь в лужу? Нет, я же не залезала в лужу. Нет, тоже залезай в лужу. Залезай, тебе можно. Очень большая лужа. Какая красота. Солнышко проклядываю. Да, грибок. Артюша грибок убил, кто тарит там в доме. Третья по счету детская площадка. У ребенка мокрые штаны насквозь и грязные руки. Зайка, тут грязно. Я не смогу тебе по-настоящему вытереть ручки. Мам, и все грязные? Ай, что ж я поделаю-то? Мама, машинка тоже грязная. Да, и папа у тебя, наверное, уже мокрая. Не знаю, какая по счету эта площадка. Мы уже ехали в сторону дома, но тут Артюша увидел эту площадку и закричал «Ого, ого!» И мы сюда зашли. А на небе такая подозрительная тучка. Стало очень темно. Но пока дождя нет. Но не обошлось без того, чтобы со всего размаха упасть в лужу. И начался дождь с громом. Пошли, скорее, скорее, скорее. Мы уже почти к дому приехали. Скорее домой, а то промокнем сейчас. Не только снизу, но и сверху. Мы зашли домой, еще не разделись. Посмотрите, как поливает. Мы просто супер вовремя вернулись. Такой ливень мощный. Маленький мальчик мой сидит в прихожей. Раздеваться будем. В лужу упал, да? Да. Полные сапоги воды у тебя? Да. А батарея теперь выглядит очень круто. Наконец-то она беленькая. Я очень довольна тем, какого она теперь цвета. Просто супер. Теперь все чисто, опрятно. И в ванной тоже. Посмотрите, как хорошо выглядит. Я покрасила вообще вот эти батареи. Красота, лепота. Теперь никаких этих подтеков ужасных. Так что ура, ура. Сейчас буду запускать стирку, готовить и покачать пресс хочу. Продолжение следует... Блинчики получились просто обалденный. Язык проглотишь. Я готовила, знаете, на чем? На детской смеси. Хотела ее утилизировать, скажем так. Это Артеша покупала, чтобы добавлять ему в кашу вместо молока. Но он есть не стал. Я решила, сделаю на ней блинчики. Такой удачный рецепт у меня попался. Вообще не пахнет рыбой. Обычно же, ну, детские смеси, они все воняют ужасно. Вот здесь вообще не чувствуется. И они такие вкусные, тонкие получились. Это вот все, что осталось. Мы просто их проглотили. Вон, Артеша наелся и теперь его в сон клонит. Я вам прямо тут на экран сейчас выведу рецепт. Если кто-то вот думает, как детскую смесь использовать, заскриньте и попробуйте приготовить. Очень просто и божественно вкусно. Я радуюсь, что у нас еще осталась детская смесь, потому что я это повторю еще несколько раз. Это очень-очень вкусно. Я пришла на курс. А тут я вижу вот это. Вот угадайте с трех раз, кто обгрыз блинчик. Кузя, тебе не стыдно, а? У нас с Алишером спор вышел. До нас дошла вот эта вот тема с кроссовками. Ну, где фокус? Короче, не знаю. А на камере вообще искажается цвет? В общем, для Алишера это... Какого они цвета для тебя? Белый. Белая подошва и розовые, да? А для меня это серые кроссовки с бирюзовой подошвой шнурками. Вот такого вот цвета. Да один в один, да как ты видишь, что он белый. Я вот ему заранее не говорила, какие люди видят цвета, какие варианты видят цветов. Тогда я подумала, что ты меня троллишь специально. Потому что я тебе клянусь, что они бирюзовые. Как такое может быть, объясните мне. С платьем у нас никаких разногласий не было, когда вот там год назад или когда там про платье было, какого оно цвета. Но вот это... Короче, реально надо завтра вынести, спасибо. Серьезно бишь белый. Да, ну зеленого цвета, какое белое. Как можно видеть здесь белое? В общем, непонятно. Короче, Алишер пришел с работы, привез мне сыр от мамы. Еще он сегодня в футбол играл. А мы ничего и сделали с Артюшей. Я его спать уложила и села монтировать ролик. Вот. И сейчас продолжу. Я музычка тут играла, это потому что я подбираю музыку. Он просто зеркалит. Ты что стоишь такой серьезный? Торчишь у меня из моей головы лохматый. Он меня даже такую лысенькую любит. Сказал, что поделать. Ты мне все равно нравишься. Ладно, все, вот с вами прощаться. Монтировать, монтировать, монтировать. И мы увидимся завтра. Пока. Пока.